Девушки отдыхают На полчаса, потому что она болела И на улице было холодно Первое впечатление Алеши сложилось Что он такой очень боялся Как будто я всегда к нему подходила Пыталась взять его за руку Она была такая смешная Шла навстречу ко мне в огромной шапке С бумбоном На сапогах у нее тоже были бумбоны И когда она подошла Ко мне, я еле удержался Чтобы не рассмеяться Я пыталась взять его за ручку Пыталась к нему более нежной быть Он все время меня отставлял Отходил от меня Во время прогулки Я все шутил над ней Пытался подарить ей пособие Для подготовки к экзамену И шариковую ручку Но она почему-то ничего не брала В итоге достает огромного медведя Может на тот момент до меня был огромный Потому что у меня такого никогда не было Это был медвежонок Тедди Такой новогодней тематики С этого момента 17 декабря 2010 года Можно сказать, началась наша история В 2016 году родители нам подарили путевки В Финляндию, Швецию, Эстонию Это было первое наше путешествие совместное Леша очень часто прикалывался Подшучивал над невозмутимыми финнами На пункте контроля Сверял свой паспорт Спрашивал, я похож? Первую ночь на пароме Настя разбудила меня в испуге И сказала, что паром очень сильно качает И что мы можем утонуть Я ей ответил, что не переживай Если утонем, значит утонем вместе Предложение Леша планировал сделать осенью Ну то есть он так сказал Я тебе предложение сделаю осенью Ты согласна будешь? Я говорю, ну хорошо, осенью Тогда еще будет время подготовиться Для предложения я выбирал именно красивое число 8 августа Это 8.08 Я очень быстро выбрал кольцо И решил сделать Насте предложение С утра мы сходили в дельфинарии Это была, наверное, моя мечта детства После дельфинария мы поехали гулять в парк Там мы сидели в кафе Ели сладкую вату Катались на колесе обозрения Потому что Лешу до других аттракционов Просто невозможно было затащить Он категорически боится высоты Резких движений каких-то В 9 часов вечера мы уехали из дома Доставка цветов была заказана на 12 часов Которую должен был принять мой друг Мы просто поехали кататься по ночному городу Я понимаю, что мы очень долго уже катаемся Уже больше трех часов Когда я заказывал букет цветов на предложение Я оставил номер друга И предупредил, что на мой номер категорически звонить нельзя Но курьер все равно позвонил мне, когда подъехал к дому Какие-то непонятные звонки шли на телефон Он взял трубку, говорил что-то Потом говорил, вы не туда попали Резко клал трубку Я уже начала подозревать, что что-то здесь не так С другом мы чуть не спалились Когда мы подъехали к дому Он в этот момент только отъезжал от дома Потому что он забыл в машине кольцо И ему пришлось возвращаться Но Настя этого не заметила Мы подъезжаем к дому Я смотрю, он себя ведет как-то по-другому Заходим на этаж Я думаю, ну, наверное, какой-то сюрприз Он у меня любитель Там может шарики по всему этажу развесить Там какие-то открыточки, что-то там Надписи, что он меня сильно любит Я захожу, на этаже ничего нет Ну, думаю, ну, странно Ну, хорошо, значит, дома что-то ждет Захожу домой Ну, дома темно Естественно, свет еще не включен Я раздеваюсь, ничего не замечаю Леша мне говорит Ну, Настя, ты действительно ничего не замечаешь? Может, ты хоть повернешься, посмотришь? И тут я поворачиваюсь И на столе стоит огромный букет цветов Заветное колечко Маленькая открыточка, где написано «Настюшка, ты выйдешь за меня?» И, конечно, у меня слезы И я сказала с первого раза «да» Настя очень долго плакала Ничего не понимала И ничего внятного сказать не могла Я у нее несколько раз переспросил Точно ли она уверена, что «да» Потом он очень долго меня успокаивал Говорил, что «ты точно выходишь за меня?» Почему ты плачешь? Почему ты не можешь успокоиться? Первым делом, после предложения Настя побежала звонить маме со слезах И говорит, что она выходит замуж В итоге мама берет трубку Я говорю «мама, мне Леша сделал предложение!» Я выхожу замуж! Все ей очень долго рассказываю На что мне мама говорит «Хорошо, хорошо, поговорим с утра!» И говорит «спокойной ночи!» На следующий день мы начали обзывание Всех родственников и друзей И радостно сообщать всем То, что мы помолвились И на следующий год у нас будет свадьба Все очень обрадовались Что наконец-таки у нас будет свадьба Потому что мы уже на тот момент Встречались почти пять лет Насте очень нравится персиковый цвет И каждый день после предложения Она мне говорила о том Что она хочет персиковую свадьбу Также мы с Лешей выбирали платье Многие против этого Что выбирать платье с невестой Как это? Это должен быть секрет какой-то С 2010 года все праздники мы встречаем вместе Даже на какие-то маленькие даты Например, там прошел месяц 17 число И Леша мне всегда что-нибудь Какой-нибудь маленький сюрпризик готовит Я могу об этом забыть В своих бытовых каких-то делах на работе Еще где-то в учебе Леша все равно старается Мне сделать какую-то маленькую приятность Каждый Новый год мы проводим рядышком Дарим друг другу подарочки Готовим сюрпризы всякие Леша для меня это такой человек Который всегда поддержит Всегда оказывается рядом в любые моменты Несмотря на то, что мы можем быть в разных городах Она помогает мне подниматься вверх Она меня поддерживает во всем Помогает во всех моих начинаниях По характеру он очень вспыльчивый На самом деле очень эмоциональный Я являюсь в наших отношениях Наверное, такой вот мягкой Сглаживаю углы какие-то Потому что он бывает очень резкий Но несмотря на это все В душе он очень нежный Очень добрый, очень ласковый Хотелось бы всегда быть рядом с ней И никогда не терять такую девушку, как Настя А еще я хочу маленького сыночка Чтобы покупать ему вертолетики На пульте управления машинки И играться вместе с ним План на будущее Наверное, не терять ту изюминку Ту искорку, которая у нас сейчас есть Этот огонек, который между нами горит Хотелось бы, конечно, уже семью Маленький домик, камин, паски Я с ней очень счастлив Она у меня самая красивая Она мне помогает во всем, поддерживает меня Она с ней очень хорошо рядом Я его очень сильно люблю Он для меня самый лучший человечек на свете Субтитры создавал DimaTorzok